всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы и сегодня снимаю очередных видео ролика 2 один будет посвящен огурчикам и один очередной по цветочкам сразу хочу сказать в начале ролика вернее поблагодарить всех кто пишет комментарии очень приятно читать спасибо большое и по вопросам которые на которые я еще не ответила это вопрос у меня по перцам и баклажанам почему рассада хорошая растет но затем плоды мелкие поделюсь я своим опытом как я выращиваю обязательно планирую я этот ролик на воскресенье снимать буду и по среднерослым томатам тоже татьяна с украины обязательно я вам покажу какие среднерослые томаты очень в общем-то достойные надеюсь они вас порадуют этот ролик я тоже планирую на воскресенье а сейчас мы начнем с огурчиков вот такой вот гибрид патрон фирмы седок ой господи фирмы аграс извиняюсь заговорилась уже фасует фирма аграс средний спелый гибрид пучковая зависть плоды темно-зеленые гладкие но они не блестящие как обычно бывают гладкоплодные плодики огурчики у них присутствует легкое едва заметное белое опушение которое их совершенно не портит ни внешний вид невкусовые качества длина плода 8 10 сантиметров масса 70 80 грамм самоопыляемый пучковой и в консервирование очень хорошие так следующий у нас будет гибрид сальери фирмы седок раннеспелый 43 45 дней тоже он самоопыляемый растение сильно росло и плетистое обязательно нужно прищипывать основной побег над пятым листом вот такой наверное минус производители и фасовщики почему-то не всегда указывают на пакетах какие растения индетерминантные огурцы или детерминантные на томатах всегда это у нас информация присутствует но огурца но на огурцах я считаю в общем то это минус конечно большой что садовод не может сразу определиться какие это огурцы либо их нужно формировать в один стебель пускать либо основной стебель мы прищипываем и пускаем боковые побеги а это в общем то очень влияет на урожайность если индетерминантные огурчики то мы их пускаем в один стебель и собираем с основного побега огурцы боковые все прищипываем а если огурчики детерминантные то мы на пятом листом прищипываем их и пускаем боковые побеги основной урожай будет на боковых побегах в общем то обязательно это на пакетах все смотрите есть конечно на некоторых пакетах написано но на некоторых в общем то даже я бы сказала на многих не написано так данный вот гибрид обязательно нужно прищипывать над пятым листом плоды 11-13 сантиметров длиной масса 90 120 грамм темно-зеленые вот такие вот на нем бугорочки крупненькие довольно таки ну и вот в общем то довольно частые высокая урожайность без пустот в консервации очень хорошие замечательный гибрид сальери следующий у нас будет гибрид тоже фермы седок это русский стиль раннеспелый 45 48 дней тоже он самый опыляемый средний плетистый пучковое плодоношение 6-8 штук из пазухи идет этот плодоносит в основном на боковых побегах то есть тоже мы его прищипываем темно-зеленый бугорки такие средние на нем длина плода 10-12 сантиметров без горечи ну и в общем то все почти эти огурцы тут представлены сегодня гибриды они в общем то достаточно устойчивы к заболеваниям но тут конечно еще в конце ролика мы поговорим об этом о заболеваниях и вообще о том почему огурчики бывают кривые плохо развиваются в конце ролика все об этом скажу дальше следующий у нас гибрид принц микс фасует фирма агрос ранний высоко урожайный вот эти вот совершенно гладкоплодные без опушения блестящие растение сильно рослое с мощными плетями тоже его лучше прищипнуть длина 13-15 сантиметров очень тонкокорые сладкие ну и тоже довольно таки устойчивы к заболеваниям вот такой вот следующий гибрид у нас фирмы биотехника это бимбо стар ранний гибрид 43 45 дней самоопыляемый очень красивые огурчики вот картинка я считаю неудачная почему-то они тут какими-то желтыми нарисованы на самом деле совершенно не так замечательный огурчик очень красивый длина плодика 6-8 сантиметров мелко бугорчатые они масса плода 70-80 грамм тоже они пучковой пучковое плодоношение без горечи и среднеплетистые их лучше конечно пускать в один стебель еще в одном ролике я уже это говорила но сегодня повторюсь не забывайте пожалуйста когда мы покупаем мини корнишоны или пикули не нужно ждать когда они вырастут если указано у нас на пакете 6-8 сантиметров вот такие их и нужно срывать иначе они будут просто толстеть в длину они не растут но они становятся толстыми бочонками так как они в общем то уже выросли получается ну и конечно лучше огурчики снимать ну хотя бы раз в два-три дня я стараюсь через каждых два дня снимать огурчики конечно если хочу наконсервировать пикули то и каждый день можно снимать вот такой вот гибрид балалайка это фирма ману высоко урожайный тоже самоопыляемый короткие боковые побеги пускаем мы его в один стебель 24 плодика в пазухе 7-9 сантиметров длина плода 80 100 грамм масса среднем угорчатый скороспелый очень сладкий тоже и в консервировании без пустот не грубый в общем-то замечательный сорт вот такой гибрид фирмы гавриш это у нас дедушкина внучка ранний 40 45 дней 2 3 огурчика в пазухе длина огурца 12 14 сантиметров масса 130 150 грамм среднем угорчатый темно-зеленый и тоже в общем то они устойчивы к заболеваниям если мы сами ничего не вредим растению конечно так следующее у нас будет в общем то последний в этом ролике гибрид это и рожка ранний 40 45 дней мощное растение плетистое очень тоже его нужно прищипнуть на пятым листом 50 60 грамм масса плода длина плода 6 8 сантиметров в засолке отличные тоже они не грубая кожа у них я в общем то не люблю толстокожие огурцы если помидоры мне нравятся такие с плотной кожицей то огурцы плотная кожица у которых слишком я не люблю не нравится мне это так ну и сейчас наверное поговорим мы как раз по тому почему огурцы болеют допустим я вот при посадке огурцов если я выращиваю рассадным способом то высаживая рассаду под каждое растение я сразу утапливаю одну таблеточку глиоклодина если я выращиваю семенами прямым 7 посевом семян в грунт то как только взошли первые вот эти два семидольных листика я тоже сразу же отступаю от стволика сантиметр или это на пол сантиметра таблеточку утапливаем это в общем то очень хорошо защищает от корневых гнили но еще почему могут быть допустим развиваться у нас корневые гнили это в общем то для начинающих конечно садоводов информация полезна будет во первых если ночью прохладно а днем тепло тоже вот это провоцирует образование вот этих корневых гнили либо если поливаем холодной водой и слишком много часто некоторые поливают каждый день чуть ли не по ведру этого делать тоже конечно не нужно я допустим поливаю раз в три дня и вода очень теплая стоит в бочке она чуть ли там не горячая в общем то огурцы это теплолюбивые растения они любят тепло солнце и очень теплую воду ну и конечно нужно не забывать что плодики огурца растут ночью в общем то температура должна быть ночью теплой если ночью не слишком теплой можно укрывать конечно укрывным материалом если на открытом грунте но в теплице то конечно и так тепло будет ну вот я на открытом грунте которая у меня гряда я ее всегда на ночь укрываю укрывным утром ну или днем там как получается мы снимаем укрывной если мы на участке находимся а так можно оставлять в общем то под укрывным он проветривается нормально но при этом температуру он держит хорошую еще значит что хотела сказать довольно таки часто тоже покупатели задают вопрос что огурчики завязались завязи не развиваются становятся желтыми либо грушевидной формы огурцы либо они совершенно безвкусные но это говорит нам о том что в почве не хватает калия и конечно я свои огурцы поливаю два раза в месяц то есть раз в две недели гуматом калия частых подкормок я не применяю поэтому огурцы которые нужно поливать удобрениями чуть ли не с каждым поливом я такие конечно не выращиваю я выращиваю вот которые нужно поливать не не чаще чем раз в две недели но в принципе достаточно гумат калия раз в две недели и огурцы прекрасно растут конечно еще я их как поливаю сначала я снимаю урожай после этого поливаю удобрением и два-три дня не собираю урожай после этого снова начинаю снимать урожай следующее если у нас огурчики растут вроде бы они тоненькие нормальные такие как в описании да и длина нормальная но при этом они сворачиваются в крючок о чем это нам говорит это нам говорит что не хватает в почве азота немножко но дело в том что в основном многие знают что на навозных грядах выращивают там конечно не должно быть такого потому что это в общем то и есть азот но если у вас где-то на земле выращиваются огурчики что я кстати больше приветствую то нужно подкормить один раз можно аммиачной селитрой или мочевиной но совсем немного сделать половинную дозу если допустим по норме у нас там идет 20 грамм на 10 литров воды можно сделать 10 грамм на 10 литров воды и можно даже опрыскать по листу а не полить тоже это как бы очень хорошо помогает и бывает еще такое что огурцы вырастают длинные и слишком тоненькие ну прям как пальчик тоненькие тоже это недостаток питания это недостаток бора достаточно один-два раза полить макбором либо опрыскать и все у вас тоже в общем то исправится ситуация ну и конечно нужно не забывать про температуру воздуха и про температуру воды и еще если растение заболело или подверглась допустим нападению насекомых тот же паутинный клещ я конечно сниму такие ролики по подкормкам еще отдельный сниму и по борьбе с вредителями но тоже нужно помнить в общем то довольно таки часто тоже такое бывает приходят покупатели паутинный клещ предлагаем им препараты они мы уже один раз обрабатывали но одного раза конечно мало читайте на пакетах инструкции там очень внимательно надо это читать там указано что нужно обязательно делать если растение уже подверглась нападению вредителей да две-три обработки с интервалом 7-10 дней это точно так же как вот мы допустим заболели лечимся но мы же не можем вылечиться одной таблеткой или одним уколом то же самое и с растениями конечно после после первой обработки вы увидите что у вас уже меньше допустим этих вредителей но тем не менее личинки может быть не уничтожены были с первой обработкой поэтому все равно нужно конечно две-три обработки делать то же самое при лечении тоже делается две-три обработки если заболели растения но я конечно предпочитаю все таки делать все в профилактических целях что от грибковых заболеваний вношу для профилактики препараты что раз в месяц что от вредителей это гораздо дешевле и в общем то меньше тратится времени и растение не погибнет но эти ролики я еще сниму конечно обязательно в общем то на этом я ролик закончу задавайте вопросы обязательно отвечу всем до новых встреч пока пока